Здравствуйте! В этом видео мы научимся с вами делить дроби. Давайте начнем. Но перед тем, как объяснить, что вообще представляет собой деление дробей, я покажу вам механизм выполнения этого действия. И на самом деле деление не сложнее, чем умножение дробей. Допустим, я предложу вам одну вторую разделить на одну вторую. Если вы делите на дробь, в принципе, это касается вообще любого числа, то это то же самое, что и умножить на дробь обратную начальной. Значит, мы можем записать, что 1 вторая разделить на 1 вторую равно 1 вторая умножить на 2 первых. И мы всего-навсего перевернули делитель, и дробь 1 вторая становится дробью 2 первых. Вот эту вторую дробь 1 вторая мы перевернули. У нас получилась обратная дробь 2 первых. А как умножать дроби, мы уже знаем. 1 умножить на 2 – это 2. 2 умножить на 1 – это 2. В результате мы получили 2 вторых, или просто 1. Так оно и должно быть, так как если разделить любое число само на себя, получится 1. 1 вторая разделить на 1 вторую равно 1, точно так же, как и 5 разделить на 5 равно 1. И точно так же, как и 100 разделить на 100 равно 1. И это, на самом деле, для вас не в новизну. Вы постоянно так делали, да? Например, что такое 2 разделить на 2? Мы знаем, что это равно 1. А правда, что это то же самое, что и 2 умножить на обратное число 2, т.е. на 1 вторую. В результате получается 1. Я сейчас все объясню. Точнее, приведу еще несколько примеров. Деление, на самом деле, для вас не новое, поскольку это умножение на число, обратное делителю. Давайте уже перейдем к примерам. Предположим, нам нужно вычислить значение выражения 12 разделить на 4. Мы можем записать это как 12 умножить на 1 четвертую. Т.е. 12 первых умножить на 1 четвертую. А это будет равно 12 четвертых. А 12 четвертых равно 3. Как видите, 12 разделить на 4 мы можем записать и по-другому. 12 четвертых. Только что мы проделали, так сказать, длинный путь к решению довольно простого примера 12 разделить на 4. Но этим примером я просто хотела показать, что в делении нет для вас ничего нового. Вы все прекрасно знаете. Ведь деление на число – это то же самое, что и умножение на число, обратное данному. Давайте я вам еще раз напомню, что такое обратное число. Предположим, у нас есть число а. Тогда обратное данному числу будет число 1 делить на а. Например, обратное число числу 2 третьих будет 3 вторых. А обратная дробь 5, поскольку 5 – это 5 первых, будет дробь 1 пятая. И мы просто-напросто переворачиваем дробь. Мы меняем местами числитель и знаменатель. Давайте теперь решим несколько примеров на деление дробей. Например, чему равно 2 третьих разделить на 5 шестых? Но мы уже знаем, что это то же самое, что и 2 третьих умножить на 6 пятых. А это будет равно… это будет равно 12 пятнадцатых. Мы можем разделить и числитель и знаменатель на 3, и у нас получится 4 пятых. А чему будет равно 7 восьмых разделить на 1 четвертую? Это выражение мы можем записать как 7 восьмых умножить на 4 первых. Я просто перевернула дробь 1 четвертую. Разделить на 1 четвертую – это то же самое, что и умножить на 4 первых. Вот и все, что вам нужно сделать. А теперь осталось сократить дробь. Мы это с вами проходили, когда рассматривали умножение дробей. Итак, 8 разделить на 4 – это 2, а 4 разделить на 4 – это 1. В ответе получим 7 вторых. И можно данную дробь также записать в виде смешанной, поскольку у нас, как вы видите, неправильная дробь. Напомню, что неправильная дробь – это дробь, у которой числитель больше знаменателя. Давайте запишем эту дробь в виде смешанной. Число 2 входит в семерку 3 раза, а 3 умножить на 2 – это 6, в остатке будет 1. Значит, это равно 3,1 вторая. Но лично я бы оставила дробь в таком виде, поскольку с такой дробью легче работать. Давайте решим еще несколько примеров. Столько примеров, сколько мы успеем за 4-5 минут, которые у нас остались. Предположим, нам нужно вычислить значение выражения минус 2 третьих разделить на 5 вторых. Мы делаем то же самое, что и раньше. Это будет равно минус 2 третьих умножить на что? Умножить на обратное число дроби 5 вторых, т.е. на 2 пятых. А это будет равно минус 4 пятнадцатых. А сколько будет, например, 3 вторых разделить на 1 шестую? Давайте посмотрим. Это то же самое, что и 3 вторых умножить на 6 первых. И здесь мы можем сократить. 6 разделить на 2,3, 2 разделить на 2,1. Значит, это будет равно 9. Я думаю, вы уже во всем разобрались. Но давайте рассмотрим еще парочку примеров. Конечно же, если вы чего-то не поняли, то вы можете нажать паузу и снова просмотреть это видео, чтобы окончательно во всем разобраться, а не еще больше запутаться. Итак, предположим, нам нужно вычислить значение выражения минус 5 седьмых разделить на 10 третьих. Это то же самое, что и минус 5 седьмых умножить на 3 десятых. Я всего-навсего умножила на дробь обратную данной. Это и все, что я делаю. Снова и снова из примера в пример. В результате у нас получится минус 15. А 7 и 10 – это 70, значит, минус 15 семидесятых. И мы можем еще числитель и знаменатель разделить на 5. И это будет равно минус 3 четырнадцатых. Мы могли бы еще в самом начале сократить 5 и 10. Здесь получилось бы 1, а здесь 2. И это было бы равно также минус 3 четырнадцатых. Давайте рассмотрим еще один или два примера. Хотя, я думаю, вы и так уже все поняли. Допустим, нам нужно 1 вторую разделить на минус 3. Что здесь происходит? Как видите, дробь делится не на дробь, а на целое число. Но мы знаем, что любое целое число можно записать как дробь. А значит, данное выражение мы можем записать как 1 вторую разделить на минус 3 первых. Отделение на дробь – это то же самое, что и умножение на дробь обратную данной. Таким образом, это будет равно 1 второй умножить на обратную дробь дробь минус 3 первых, то есть на минус 1 треть. Обратная дробь дробь минус 3 первых будет минус 1 треть. И здесь получится минус 1 шестая. А давайте запишем этот пример немножко по-другому. А что, если мы минус 3 разделим на 1 вторую? Целое число минус 3 – это то же самое, что и дробь минус 3 первых. Тогда мы можем переписать пример. Минус 3 первых разделить на 1 вторую. А теперь вместо деления напишем умножение. Минус 3 первых умножить на 2 первых. А это будет равно минус 6 первых или минус 6. А теперь давайте я немного объясню вам, почему именно так получается. Предположим, нам нужно 2 разделить на 1 треть. Мы знаем, что это будет равно 2 первых умножить на 3 первых. И в результате мы получим 6. Итак, как же связаны числа 2, 1 треть и 6? Давайте посмотрим на это с другой стороны. Например, у меня есть 2 пиццы. Вот мои 2 пиццы, правильно? Здесь у нас 2, значит, здесь будут 2 пиццы. И мне нужно разделить эти пиццы на 3 части, то есть на 1 треть. Давайте разделим каждую пиццу на 3 части. Похоже на знак Мерседеса, да? Итак, я делю каждую пиццу на 3 части, на 1 треть. Сколько всего теперь получилось кусочков? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня вышло 6 кусочков. Возможно, вам нужно сесть и подумать несколько минут над тем, что я только что вам рассказала. Но я думаю, так вы хотя бы будете иметь представление о том, что представляет собой вообще деление дробей. Давайте рассмотрим еще один пример. Я решила загрузить вас по полной. Допустим, нам нужно минус 7 вторых разделить на 4 девятых. Пусть будет минус 4 девятых. Данное выражение мы можем записать как минус 7 вторых умножить на минус 9 четвертых. Правильно? Я просто умножила на обратную дробь в дроби минус 4 девятых. Итак, минус 7 умножить на минус 9 – это 63. А дважды 4 – это 8. И у нас вышло 63 восьмых. Я надеюсь, вы во всем разобрались. И теперь, я думаю, вы можете решить любой пример на деление дробей. Тренируйтесь, решайте, разбирайтесь. До скорой встречи на следующем уроке!